Добрейших вечеров, дорогие друзья! Итак, поздравляю всех вас с наступлением весны и также с долгожданным праздником Днём Кошек. Если у вас есть дома кошечки, коты, накормите их, погладьте и поздравьте их с их праздником. Итак, друзья, собираемся поближе, пододвигаемся к YouTube-приемникам своим. Приятного аппетита всем, кто кушает! Итак, наша сегодняшняя история такая. Произошла она в те времена, когда люди ещё рубили корабли из дерева и дальнобойщики ещё ездили по двое. В те далёкие времена. Трое братьев, Денис, Никита и Анатолий решили жениться. Одновременно они влюбились в прекрасную Анфису. Приложили ей свою руку и сердце. Все трое. Смотрит она на них и говорит. Что-то вы не очень-то, ребята, подходите на роль мужа моего. Вот ты, например, Денис, у тебя, я смотрю, голова грузится постоянно. Поэтому с твоим головокружением мы далеко с тобой не уедем. Целоваться будем, в обморок упадёшь. А вот ты, Никита, у тебя видишь, как плечи вперёд вот сюда вот, какой-то сутулый. У тебя, скорее всего, малая грудная мышца укорочена. Ты же на руки даже меня поднять не можешь. Ты, он, из пятёрочки пакет тащишь, уже руки у тебя трясутся. А ты, Толик, с твоим животом вообще дома надо сидеть. Никуда не выходить. Так что давайте, ребята, вы уж между собой разберитесь. Я между вами никого выбрать не могу. Сами между собой разбирайтесь. И уже после этого ко мне приходите. Ну что ж, Денис, Никита и Анатолий решили устроить тогда поединок. Стали драться, но решили выяснить, кто из них сильней. Тот и возьмёт в жёны красавицу Анфисочку. Стали драться Никита. Сначала сцепились Никита с Толей. Никита один раз размахнулся. У него рука анемела. Анемела. И от боли сам на пол упал. Толин над ним смеяться стал. За живот взялся. Поясница у него прихватила. И в таком положении остался. А Денис смотрит. То на одного, то на другого. То на одного, то на другого. Голова закружилась. Он присел вот так вот. Говорит, ой, ой, не надо. Проходит мимо отец их, Сергей Петров, и говорит, что ж вы придурки, что ж вы ребята делаете. Вам лечиться же надо. Вот у тебя, смотри на шею свою, голова как вперед свисает, Дениска. Головой не вертеть надо. Тебе сначала подлечиться надо. Ты, Никита, вылечи свою сутулость. А ты, Толик, с животом своим, в дом сиди, вообще никуда не уходи. Вот у тебя, Никита, книжку доктора Алексеева возьми. Ее внимательно читай. На его канал подпишись. Все видео внимательно смотри. Подписку сделай. Колокольчик, комментарии пиши. Лайки ставь, комментарии ставь. Ты, Никита, тебе надо платную подписку оформить. На его канал. Все упражнения, полный курс пройти. Каждая по очереди. Полностью. Какие мышцы тренировать, какие не тренировать, какие растягивать. Все вот это научишься делать. Любая Анфиса без ума от тебя будет. А ты, Толик, езжай, лечись к нему. В клинику езжай. И не возвращайся больше, чтобы не видел я тебя больше. День за днем проходит. Ночь сменяет ночь. И проходит ровно 10 ровно дней. И что? Денис выяснил, что все проблемы его от того, что позвоночная артерия у него пережималась. Лестничная мышца была короткой. И вот здесь вот спазм был у него. Коротких разгибателей шеи. Начал он делать упражнения на длинные разгибатели шеи. Шею укрепил. Шея мощная у него стала. Как у быка. Обзавидовались все ребята во дворе. Шея какая у него. Потрогать каждый хотел. Он говорит, тоже можете делать такие же упражнения. Подпишитесь на его канал. Поставьте лайки, комментарии. Не забывайте смотреть, чтобы новое видео свежее. Колокольчик нажимаете. И у вас шея такая же будет. Никаких головокружений никогда в жизни больше не будет. Если будете делать упражнения на длинные разгибатели шеи. Мы их с вами сделаем. Никита выяснил, что у него малая грудная мышца укорочена. Стал делать упражнения на мышцы средней трапеции. Ромбовидной. Стал растягивать малую грудную мышцу. Руки у него стали сильные. Мышцы выросли. Вот здесь вот. Узнал, что бицепс называется мышца впереди. И трицепс мышца сзади называется. Вот здесь вот. Мощные мышцы стали Никитиной. Уже два пакета смог из пятерочки нести он. Ну, а Толик, соответственно, убрал укорочение подвздошно-поясничной мышцы. Укрепил прямую мышцу живота. Исправил вот этот вот свой изгиб нехороший. Полностью прошла у него боль в пояснице. И живот у него растаял, как снег в марте стал таять. У него с каждым днем, с каждым днем все меньше и меньше живот. Вот здесь вот кубики у него такие стали появляться. Итак, друзья. Какие же упражнения делали наши ребята? Хочется нам с вами узнать. Все они были у нас сутулые, кривые, косые. И с помощью определенных манипуляций они стали красавчиками. Первый делал упражнение на шею. Второй делал упражнение на мышцы между лопатками. Третий убрал укорочение подвздошно-поясничной мышцы. Делал упражнение на подвздошно-поясничную мышцу и мышцы живота. Итак, друзья. Вот это три самые частые причины, из-за которых формируются стулы, другие различные симптомы, которые в том числе мешают вам полноценно жениться и другие разные вещи делать. Что нам с этим делать? Комплекс для исправления состоит из нескольких упражнений. Первое упражнение на шею. Для этого нам нужно сначала с вами расслабить лестничные мышцы. Лестничные мышцы вот здесь вот называются так, потому что совершенно не похожи на лестницу. Просто их три. Располагаются они одна за другой. Кому-то они лестницу напомнили. И вот так вот, так уж их и назвали. Вот это одна из них лестничная мышца. Еще есть передняя, средняя, задняя. Вот это передняя. И они прикрепляются к первому ребру, второму ребру. Во время дыхания должны они эти ребра нам двигать. Но когда эта мышца становится короткой, шея наша смещается вперед. Мышца, она короткой становится по нескольким причинам. Первая, это слабость длинных разгибателей шеи. Вторая, это слабость вот этой мощной грудиноключично-социевидной мышцы. Для женщин работать с этой мышцей будет полезно тем, что если укорочение ее убираете, сразу уходит отек лица, плюс-минус 10 лет, омоложение, красота, плюс 10 к красоте, плюс 15, минус 15 к молодости. Итак, длинный разгибатель шеи мы с вами тренируем вот таким образом. Два варианта упражнения. Один вариант более сложный, другой полегче. Давайте с легкого начнем. Легкий, это вы просто на подушку голову кладете и затылком назад давите. Надавили и расслабили. Надавили и расслабили. Много раз показывал, можете в других видео посмотреть. Сложный, тоже много раз показывал, но не мешает еще раз самому его сделать. Поэтому смотрим еще разок. Затылок кладем, например, на специально изготовленный для этого валик. Приподнимаем себя, опираемся. Сейчас на таз опираюсь, на ягодицы и на затылок. Вот здесь вот можно на руки не опираться, если у вас есть первый разряд по вольной борьбе. Если нету, то тогда руками опираетесь вот так вот. Руками помогаете себе. Подняли, опустили. Подняли, опустили. Тренируем длинный разгибатель шеи. Длинный разгибатель – мощная мышца, на которой голова, шея ваша держится. Начинается от грудных позвонков до шеи идет. Когда слабость этой мышцы развивается, короткие разгибатели шеи напрягаются, позвоночную артерию травмируют. Лестничные мышцы нужно научиться расслаблять, нужно научиться растягивать. Вот есть у нас грудинка лечисно-сцевидная. Вот она мощная такая у кого-то. У кого-то как тряпочка. Но именно за этой мышцей находятся лестничные мышцы. Вот найдите, за эту мышцу поставьте свои пальцы, надавите немножко на лестничную мышцу. Для этого голову поверните в противоположную сторону, так чтобы нос ваш смотрел на локоть ваш. Нажали пальцами на эту мышцу. И начинаем делать наклон в одну сторону и в противоположную сторону. И в этот момент вы пальцами делаете движение вниз. Прямо по этой мышце скользите. И таким образом расслабляете фасцию этой мышцы, потому что именно она чаще всего укорачивается. С одной стороны 10-15 движений. И с другой стороны 10-15 движений. Также эта мышца укорачивается, когда слабеет у нас грудинка лечисно-сцевидная мышца. Один вариант ее тренировки. Две сразу вы тренируете. Тоже не для всех подойдет. Подойдет тем, у кого голова весит меньше 5 килограмм. Это просто вы удерживаете свою голову на весу. Здесь вот. Или если у вас меньше трех золотых зубов. Тоже вы сможете так вот голову удерживать. Второй вариант. Лежа на боку. Лежим. Голову поднимаем. То есть в динамике тренируем эту мышцу. Здесь работают кроме нее еще и лестничные мышцы сами. Разгибатели шеи. Чтобы отдельно дать нагрузку больше на грудино-ключичную сосцевидную мышцу. Вверх смотрим. И вот таким вот образом тренируем ее. Следующий у нас паренек. Это Никита. Он страдал тем, что у него малая грудная мышца укоротилась. И сзади мышцы ослабли. Что ему предлагаем сделать? Для начала встать ему нужно в угол. Вот так вот. Руки поставить в стороны. Одну ногу вперед, другую назад. И начать растягивать свои малые грудные, большие грудные мышцы. Можно в дверном проеме это ему сделать. Встать тоже. Ручки вот так вот поставить. Ладони на уровне локтей. Одну ногу вперед, другую назад. И делаем движение вперед. И эти мышцы у нас аккуратно растягиваются. В этом положении может первое время немножко даже неметь руки. Если это происходит, то уменьшайте количество повторов, подходов. Постепенно будете увеличивать. Лопатки сзади будут соединяться во время этого упражнения. Тоже 3-4 подхода. И упражнение на тренировку мышц между лопатками. Вот такое. Встаем около стены. Пятка от стены на расстояние ширины стопы. Чтобы у вас оказалось локти свои. Ставим на стену. Дотягиваемся локтями до стены. И вот здесь сейчас ваша задача, не изменяя положение локтей, чтобы они у вас вот так не расходились, не разъезжались, остались на том же расстоянии между локтями. То же самое расстояние, чтобы осталось. Здесь вам нужно теперь постараться руки свои положить вот так вот на стену. И обратно сделать движение. Еще раз положили и обратно сделать. Можно вот так вот руки развернуть. Как вам удобно. То есть старайтесь дотянуться своими локтями до стены. Почувствуйте, как мощно напрягаются мышцы между лопатками. Или то, что от них осталось. И одновременно происходит восстановление подвижности позвоночника вот в этой части. Там позвонки начинают очень хорошо двигаться. Ну и Анатолий. Это у нас упражнение на растяжение пояснично-поздушной мышцы. Подходим мы с вами к стене. Одну ножку ставим вперед. Руками за стену держимся. Заднюю ногу разворачиваем таким образом, чтобы у нас носок смотрел вперед. И коленом начинаем тянуться к стене вперед. И вот здесь вот ваша задача растянуть вот эту вот часть. Впереди от тазобедренного сустава нужно, чтобы у вас появилось натяжение. Натянули мышцу и расслабили. Еще раз натянули и расслабили. И вот таких делаем движений 10. На одну ногу, на другую. Несколько подходов можно сделать. Вот так, друзья. Вот так вот. Сам устал. Ну что. Вот мы с вами все знаем теперь. Все умеем. Научились, как говорится. И теперь что? Теперь приступаем к упражнениям. Вижу, не терпится уже. Ну, пишем лайки, ставим комментарии. Занимаемся спортом. Помогаем родителям. До новых передач. Субтитры подогнал «Симон» субтитры подогнал «Симон» субтитры подогнал «Симон»!» Продолжение следует...